Вывести мусор, озеленить и создать все условия для комфортного отдыха крымчан и гостей полуострова. В Севастополе планируют реконструировать набережную одного из городских пляжей, который в народе называют солдатским. Что по этому поводу думают местные и приезжие, как сейчас выглядит прибрежная зона, узнавала Александра Карнович. Этот пляж в Севастополе – одна из любимых зон отдыха горожан. Тут собираются и семьи с маленькими детьми, и шумные компании у костра на природе. Но чтобы искупаться, сначала нужно обойти острые камни и местами резкие обрывы. Сейчас тут нет ни общественных туалетов, ни душевых, ни навесов. После капитальной реконструкции оборудованная площадь пляжа составит больше 8,5 тысяч квадратных метров. Прибрежную зону приведут в порядок в соответствии с санитарными и противопожарными нормами. Светлана Коваленко в Севастополь приехала из Москвы. Очень любит путешествовать и ведет личный блог в социальных сетях. Рассказывает подписчикам о преимуществах и недостатках российских и зарубежных курортов. По приезду на новое место старается не изменять собственной традиции и с книжкой отправляется на пляж. Но в этот раз, добравшись до побережья, девушка увидела не то, что ожидала. Прошла утром, хотела узнать, где море. Сейчас взяла книжечку, думаю, как раз посижу, почитаю. Среди мусора, грязи и, собственно, неопрятный, так скажем, непривлекательный визуально взор. Можно сделать детскую площадку, можно разбить зону для отдыха для шезлонгов. Можно просто, например, вывезти мусор, проложить дорожки и уже здесь будет гораздо лучше. Поэтому, безусловно, за территорию нужно взяться. О том, что Солдатский пляж давно нуждается в реконструкции, говорят не только туристы, но и местные жители. Многие из них – настоящие патриоты любимого города. По их словам, выглядеть он должен так, чтобы и перед гостями не краснеть, и самим отдыхать было приятно. Реконструировать обязательно нужно, потому что, ну, облагороды здесь, он просится прям, вот, поставить там контейнеры желательно, машинам запретить въезд. Конечно, хорошо будет, очень даже. И мусора, чтобы не было. Ужасно. Этот пляж вообще сущи ад. Не войти ни в море, нигде не позагорать, ничего, ни лежаков, ни навесов нет. Сделать набережное освещение, расширить пляжную полосу, оборудовать медицинские спасательные пункты, озеленить 10 тысяч квадратных метров предлагает один из городских застройщиков. Сейчас она ниже в три раза вестимость. Вот проект, который мы предлагаем. И мы действительно это сделаем, что пляж будет, наша задача стоит данное общественное пространство сделать одним из лучших в городе, магнитом притяжения для Гагаринского района. Потому что то, что мы видим на сегодняшний день на пляжной инфраструктуре нашего города, это прошлый век, это Советский Союз. Мы изучили практику пляжей строительства в Краснодарском крае, мы посмотрели, как люди делают на сегодняшний пляж, современные пляжи в России. И все это за собственные деньги, при том, что на обустройство пляжа планируют потратить не меньше 80 миллионов рублей. Прибрежную зону застройщик готов реконструировать в рамках своего проекта по созданию современной базы отдыха. Появятся и дополнительные рабочие места. Полностью обновить инфраструктуру Солдатского пляжа планируют в три этапа в течение ближайших пяти лет. Саму набережную застраивать не будут, зато оборудуют удобную современную зону для шезлонгов, душевые и туалеты. Проход к морю будет бесплатный и общедоступный, а само побережье останется в ведении города. Александр Акарнович, Антон Кузнецов, Новости 24, Севастополь.